Всем привет! Сегодня я рассмотрю с вами модель швейцарских часов Invicta 10718 серии Sea Hunter. Часы сделаны из нержавеющей стали, корпус часов довольно крупный, довольно толстый, вот вы можете видеть, и в принципе довольно увесистые часы, то есть на вскидку их вес составит примерно 200 грамм, к сожалению у меня нет возможности их точно взвесить, но я держал в руках часы по 350 грамм, то есть эти порядком легче. Значит, по краю безеля мы можем видеть вот такое полиуретановое покрытие зеленого цвета, полиуретан закаленный, он довольно прочный, вот, ремешок с внешней стороны сделан из нейлона, очень приятный на ощупь, а с внутренней стороны это натуральная кожа. Застежка нержавеющая сталь, классическая. Давайте я покручу часы, покажу их со всех сторон и прикину на свою руку. На задней крышке можно видеть вот такой пропеллер, который Invicta обычно добавляет на свои часы серия Sea Hunter. И давайте одену их на руку. Я не буду застегивать, просто вот следующим образом приложу. У меня рука довольно небольшая, вот где-то так они смотрятся на ней. И давайте теперь посмотрим, что у нас есть по функционалу часов. Значит, начнем вот с этого кольца, который называется безель. На нем есть часовая разметка, также с отметки 0 до отметки 15. Вот здесь люминесцентное покрытие меток, то есть они светятся в темноте. Для чего нужен безель? Для измерения интервала времени. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно поставить отметку 0 безеля напротив минутной стрелочки циферблата. Вот я это сделал. И допустим, нам нужно замерить 30 минут. Когда минутная стрелочка будет показывать на 30 минут безеля, соответственно прошло 30 минут. Вот для этого он нам нужен. Давайте поставим его в исходное положение. Он крутится только против часовой стрелки, вот с таким хрустом. Так, и посмотрим, что у нас есть на циферблате. Здесь у нас сверху 7 дней недели в ретрограммной шкале. Что это значит? Что когда заканчивается воскресенье, стрелочка моментально возвращается в понедельник. Также в данной модели есть хронограф. Левый верхний циферблат это 30 минут. Правый верхний циферблат 1 десятая секунды. И большая секундная стрелка, вот она сейчас стоит, это 60 секунд. Для того, чтобы его запустить, нужно нажать верхнюю кнопочку. Кнопочки в этих часах завинчиваются. Это предусмотрено для лучшей водостойкости, которая в данной модели составляет 300 метров. Вот я нажимаю верхнюю кнопочку. Хронограф запустился. Давайте подождем, пока секундная стрелка пройдет полный круг. Значит, циферблат в часах сделан из нержавеющей стали. Вот он такого серебристого цвета. Метки часов и стрелочки покрыты люминесцентным напылением. То есть, они будут светиться в темноте. Ну, соответственно, перед этим вы должны их предварительно подзарядить возле какого-нибудь источника света. Заводная головка в часах также завинчивается. Так, вот я ее открутил. И секундная стрелочка практически уже прошла весь круг. Вот сейчас она пройдет отметку 60 секунд. И в левом верхнем циферблате стрелочка сместилась на 1 минуту. Давайте остановим хронограф. Для этого нужно нажать, опять же, верхнюю кнопку. И снимаем показания. С момента запуска хронографа прошла 1 минута. Левый верхний циферблат 5 секунд. Большая секундная стрелочка. И 0,4 секунды. Это показывает правый верхний циферблат. То есть, хронограф нам нужен для измерения, замерения времени. Для того, чтобы обнулить его показания, нужно нажать нижнюю кнопочку. Все стрелочки стали на 0. В нижнем циферблате идет основная секундная стрелочка часов. Во втором положении заводной головки, прокручивая ее против часовой стрелки, мы меняем положение даты, которая находится в нижнем окошечке. Я оговорился, это было первое положение заводной головки. Во втором положении заводной головки мы меняем положение часовой и минутной стрелок. На этом функциональная часть часов заканчивается. Давайте я завинчу обратно кнопочки и заводную головку. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь по контактам, которые я указываю в начале видео. Спасибо, что посмотрели. Пока.